Уже на следующей неделе приступят к исполнению своих обязанностей. Губернатор подписал документы о новых назначениях в правительстве региона. Госпитализировано 8 человек, как чувствуют себя сегодня, пострадавшие в аварии, которая случилась в Барнауле накануне. Чтобы порыбачить на Алтае, он преодолел более тысячи километров. Герман Усков из Хакасии считает, что в нашем регионе особенная рыба. Ранее назначена Стелла Штань, начальником Краевого департамента по информационной политике и пресс-секретарем губернатора Дмитрий Негреев. Андрей Липунов уволен по собственному желанию. Начальником Департамента правительства края по вопросам госслужбы и кадров назначен госсоветник Игорь Гниденко на должность руководителя секретариата губернатора Олег Гусев. Руководителем Краевого департамента по документационному обеспечению Владимир Поморцев, а начальником Департамента правительства края по обеспечению региональной безопасности Владимир Тарасов. 8 человек доставлены в больницу, им оказана помощь, одному потребовалась госпитализация. Это последствия аварии, которая случилась в Барнауле накануне. Всем была оказана помощь. В настоящее время в горбольнице номер один находится один пациент госпитализирован с легкой черепно-мозговой травмой. Вот из этих восьми, которые поступили, это были двое мужчин и шестеро женщин. Все они с легкими травмами. Напомним, пассажирский автобус Hyundai County протаранил опору моста на проспекте Строителей. Все произошло около четырех часов дня. В салоне автобуса находилось 11 человек. До столкновения транспортное средство двигалось по средней полосе со стороны Павловского тракта. По словам водителя автобуса, грузовой автомобиль начал перестроение и подрезал его. Водитель не успел вовремя среагировать на маневр. На место аварии прибыли спасатели и сотрудники полиции. Восемь пассажиров госпитализировали в клиническую больницу скорой медицинской помощи. Каким был Василий Шукшин, на этот вопрос пытался ответить в своей новой книге писатель Сергей Тепляков. Его произведение, по сути, третья книга в России о жизни и деятельности нашего известного земляка. Откуда автор брал материал, где нашел много уникальных фотографий Василия Макаревича, ответы на эти вопросы получили все присутствующие на презентации произведения Василия Шукшин «А любить надо». Среди гостей библиотеки имени Шишкова были не только желающие приобрести книгу, но и те, кто хотел больше узнать о жизни Шукшина как обычного человека и как известного писателя и режиссера. У Сергея совершенно с другого ракурса сам Василий Макарович подан. Он именно как наш земляк, как алтаец. И он говорит о том, что Алтай – это еще один персонаж. Персонаж его фильма, персонаж его книг, его друг и то, что не отпускало его никогда. Вот это мне показалось очень интересным. В тираж книги около тысячи экземпляров. К сожалению, приобрести ее все желающие не смогут, но, по словам автора, несколько книг он отдал в дар библиотеке, так что у читателей есть возможность познакомиться с изданием. Рыбак из Хакассии преодолел больше тысячи километров, чтобы порыбачить на Алтае. Третий год подряд Герман Усков приезжает на Петькино озеро в Белокуриху, что заставляет мужчину возвращаться на клевое место. Расскажем в следующем видеосюжете. Посадив больше тысячи километров, за рулем – вторые сутки. Несколько лет подряд Герман Усков проделывает огромный путь из Хакассии до Белокурихи. Мужчина – рыбак в третьем поколении. Вместе с сыном рыбачит каждые выходные, а во время отпуска едет на Алтай. Про Петькино озеро ему рассказали друзья. Здесь тихо, уютно, хорошо рыба клюет, вкусная рыбка. Горы прекрасные, пейзажи, поля, моралы ходят на Касагорье. Просто красиво, отдыхаешь душой. Герман считает, что на Алтайе особенная рыба. Здесь он охотится на карася, белого амура, толстолобика, щуку. Сегодня поймано пять карасей. Видимо, съемочная группа спугнула рыбу. Обычно, говорит Герман, он не уходит с озера меньше, чем с двумя десятками карасей. Опа, клевочка пошла. Опа, карасик. Иди к своим товарищам. Ну вот, уже на уху наловили. Будет что сварить. В Алтайском крае более семи тысяч озер, в которых обитают окунь, лещ, сазан, карп, яси и множество других пресноводных. Одни только природные красоты сами по себе могут привлекать рыбаков со всей России. Именно по этой причине Герман Усков и в следующем году вновь вернется на свое клевое место. Вот, нарыбачились. Кусты там. Ирина Корчагина, Евгений Андреев. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компании «Эвалар». Реагируйте на погоду. В любую погоду лекарство «Гинкаум» способно устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В некоторых районах края по-прежнему дождливо и прохладно. В Бийске до 7 тепла, в Рубцовске и Олейске 9, выше на Аляпку, в Индии 11 со знаком плюс. В Барнауле дождь, ветер западный, умеренный и до 12 тепла. Напоминаю телефон редакции в Барнауле 722-440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова